Добрый вечер Полтава, сейчас 9 часов вечера, я нахожусь на трассе, здесь сейчас будем делиться проблемой. Человеку нужна помощь, ух ты, он еще и груженный, с груженной техникой, ух ты. Павел Александрович, вот колесо, одно поменяйте и то вставайте в очередь. О! Ну что, пойдем сейчас проситься, клянчиться. Добрый день! А есть начальство там кто-то? Добрый день! А кто-то из начальства есть? А как бы порешить вопрос, чтобы машину быстро отправить? Смотрите, полчаса мы ее обслуживаем. Понимаете, у нас тоже запись, клиенты в очередь. Не понимаю. Мы бросим брая, я точную машину, одну отточную машину, одно колесо поменять. Одно колесо поменять, я точную машину, с браей на прицель. Можно пойти на выступки или нельзя? Хорошо, разговаривайте со мной, у нас стоит водитель, если он готовый. Водитель готовый к чему? Ну я считаю, что вы вообще должны были изначально сказать, что подождите, сейчас война идет. Мы просили дать властника СТО телефон, вы не даете. Человек стоял в очереди, если вы с ним говорите, что он готов, он уступит. Пацаны, зачем нам с бизнесом что-то договариваться с Украина и со всем остальным? Одно колесо поменять, одно. Человеку утром в Житомире быть надо. Так поменяем, подождите 15 минут, мы поменяем. Уже сколько времени потеряли? Так вы уже две фуры отпустили. Ёлки-палки, пацаны, 15 минут. Начинаем с того, сколько он уже стоит. Ну вот видим, чем вылазит то, что не объявлено военное положение. То есть реально на данный момент военная машина едет выполнять свою боевую задачу. Боевую я не скрываю. Но она не может ее выполнить, потому что у нас бензин везут. Нужно, вопросов нет. Но не до такой же степени. Ничего не помогает. Ничего. Все-таки можно как-то вне очереди обслуживать такие машины. Может надо какой-то приказ, указ. Я не знаю что, но это ненормально. Эта машина здесь уже стоит более двух часов. Случайно здесь проходил Рустам Азизов, есть такой депутат районный. Он обратил внимание на эту ситуацию и начал звонить всех, поднимать. Спасибо ему, что он не остался равнодушным к этой ситуации. Сейчас вот пытаемся напрячь всех, уже пытаются что-то делать. Но для этого надо было пол Полтавы поднять для того, чтобы решить эту несчастную проблему. Я не знаю. Нехорошо это. Очень плохо. Техника с передка везут на ремонт. Уму непостижимо. Десяти часов вечера, да, то есть я здесь пробыл час. До меня два часа машина стояла, вот я пробыл час. Но вот, слава Богу, начали какие-то действия совершать. Ну, посмотрим, сколько это еще будет длиться и сколько с нас денег возьмут. Все равно самому приходится водителю еще что-то и делать. Двадцать два часа пятьдесят минут. То есть эта машина здесь пробыла порядка четырех часов. Ну, вот так вот. Работа заняла, наверное, минут пятнадцать-двадцать. С одним колесом. Одно колесо за четыре часа. За четыре часа одно колесо поменять. Просто поменять, да. Просто поменять колесо. Ну, работа реально пятнадцать минут занимает. Ну, двадцать. Пятнадцать минут, да. По работе, да. Денег, конечно, не захотели брать со скандалом, но... Я скажу, что маем, а то маем. Ну, вот так. Уезжает машина, везет технику. Мы смогли, чем смогли, тем помогли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова